Братья и сестры, рад вас всех видеть снова. На этом месте, в день субботний, когда мы можем, собравшись, самое главное — это прославить нашего всемогущего Бога. Самое главное — это то поклонение, которое должно находиться в наших сердцах, когда мы приходим вместе в святое собрание, когда мы вместе молимся, когда исследуем священное Писание, чтобы, ну, никакая суета, чтобы ничего нас не отвлекало. Аминь. Когда я пришел в Адвентийскую церковь, это было очень давно, 90-е годы, то я помню, как мы очень много исследовали тему о скором Втором пришествии. Я не знаю, переживали ли вы такое в своей жизни, но я тогда еще, будучи совсем молодым, и мы молодежью вместе собирались, и мы изучали Евангелие от Матфея, 24 главу. Помните? О чем там говорится? О признаках скорого пришествия Христа. Мы изучали книгу Даниила, изучали книгу Откровения, изучали много мест Писания, которые говорят нам о скором пришествии Христа. И вы знаете, в наших сердцах постоянно жила, ну, я бы даже где-то сказал, уверенность, что Христос придет скоро. Нас жила эта уверенность. И я помню, когда мы молодежью собрались на Новый год с 2005, прошу прощения, с 95 на 96 год, вы знаете, что мы верили, многие из нас, что 96 год – это последний год. Знаете почему? Да, было потеряно 4 года в истории, и 96, он правильно считается 2000 год. И мы в это верили. Но вы знаете, Христос не пришел в 96 году. И потом был такой бум на 2000 год. Может, вы помните, даже баннеры висели, реклама, что 2000 год – это все, это конец света. Но вы знаете, Христос не пришел в 2000 году. Потом было еще одно пророчество, может, помните, насчет 2008 года. Я не знаю, коснулось это вас или нет, но в нашем регионе были проповедники, которые говорили, что в 2008 году что-то произойдет. Ну, честно говоря, что-то произошло в 2008 году. Я сейчас не буду все события перечислять, но Христос не пришел. Сегодня мы успешно дожили до какого года? 2015. И вот состояние тех верующих адвентистов, которые пришли когда-то давно в церковь, которые исследовали тему, оно постепенно из состояния, скоро, скоро Господь придет, очень скоро, оно постепенно в какое состояние переходит? Не скоро, не скоро придет Господин мой. И вот это состояние, оно как бы, знаете, вот в нас такое вот, как бы мы становимся ладикицами. То есть, ну, или как вот Писание говорит, десять дев, что сделали? Заснули десять дев, и все. И мне бы хотелось вас немножко сегодня, эти десять дев, ну, тут не только девы, тут и братья, чтобы вас немножко пробудить. И вот наша сегодняшняя тема имеет очень интересное название. Когда закроется дверь благодати? Мы сегодня ни в коем случае не устанавливаем дату пришествия Христа, потому что Писание говорит, что никто не знает ни дня, ни часа. Но вы знаете, в Писании не сказано, что никто не знает, когда закроется дверь благодати. Нет же такого в Писании? Так может быть, мы можем сегодня узнать, когда дверь благодати закроется? И вы сразу, как адвентисты, должны себе представить, что будет после этого. Что будет после закрытия двери благодати? Начнется что-то страшное на земле происходить. Мы сегодня немножко коснемся этого вопроса. И мы, самое главное, должны понять, что когда дверь благодати закроется, то для верующего человека это настанет так называемая точка невозврата. То есть, если человек будет дальше грешить, то уже момента покаяния для него не будет. Дверь благодати закрылась. Все. И значит, мы должны к моменту двери благодати со всей серьезностью подготовиться. А если дверь благодати уже закрылась? Ну вот представьте. Я не говорю, что она закрылась, но вот представьте. То что тогда? Это значит, если вы сейчас поругаетесь с сестрой, поколотите ее, то озеро огненное вас ждет. Итак, сегодня, друзья мои, мы узнаем, когда же, наконец, закроется дверь благодати. Вы готовы? Начать наше исследование я хочу с одной интересной цитаты. Это небезынвестный вам автор много лет назад, в 1909 году, написал эти слова. Слушайте внимательно. Изучайте девятую главу Иезекииля. Эти слова буквально исполнятся. Но время идет, а люди спят. Они отказываются смирить свои души и быть преобразованными. Недолго еще будет Бог терпеть людей, обладающих столь великими и важными истинами, но отказывающихся принести эти истины в их личный духовный опыт. Время коротко, скоро, очень скоро, по каждому делу вынесут решение для вечности. Обратите внимание на слова, которые я прочитал. Изучайте девятую главу Иезекииля. Эти слова буквально исполнятся. А вы знаете, о чем говорится в девятой главе книги пророка Иезекииля? Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами открыли Иезекииля девятую главу. Открывайте вместе со мной, и мы ее сразу всю девятую главу прочтем. Книга пророка Иезекииля, девятая глава. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, У каждого в руке губительное орудие его, И между ними один одетый льнаную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подли медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льнаную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, И на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им, оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал, О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И сказал он мне, нечестие дома Израилева и Иудина весьма велико. И земля сия полна крови, и город исполнен неправдой. Ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый льнаную одежду, у которого при поясе прибор писа, дал ответ и сказал, Я сделал, как ты повелел мне. О чем говорится в девятой главе книги пророка Изекииля? Чтобы понять самую главную мысль, нам надо задать три вопроса, на которых мы сейчас с вами и ответим. Самый первый вопрос. Где это происходит? Это не происходит где-то в языческой какой-то стране, в Вавилоне, в Египте. Где это происходит? Это происходит в Иудее, в Иерусалиме, в самом центре народа Божьего. Друзья мои, это происходит в народе Божьем. И если Елена Уайт говорит, что это еще исполнится, значит это событие где должно произойти? В народе Божьем. Если мы с вами верим, что церковь адвентистов седьмого дня это народ Божий последнего времени, то значит это пророчество имеет прямое отношение к нам с вами. И значит эти события, о которых мы сегодня с вами будем говорить, они где должны исполниться? Они должны исполниться в нашей среде. Итак, где это происходит? Это происходит в народе Божьем. А значит это должно происходить все, о чем мы будем сегодня с вами говорить среди нас. Единственное, то что я сегодня буду говорить, не будет иметь никакого смысла только в одном случае. Если мы не верим, что церковь адвентистов седьмого дня это народ Божий последнего времени. Тогда все, что я буду говорить, оно не имеет никакого смысла. Итак, вы поняли. Первый вопрос мы с вами ответили, где это происходит? Среди народов Божьего. Второй вопрос, на который нам важно с вами ответить. Что должно произойти? Из Икиля 9 глава 4 стих. Давайте еще раз прочтем. На челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Слово знак, которое здесь используется, оно также может быть переведено как печать. Поставь печать на тех, которые скорбят и воздыхают. Я хотел бы, чтобы мы еще раз смотря на этот текст, из Икиля 9.4, подчеркнули три интересных факта. Очень интересных три факта. Первый факт. Эти мерзости, о которых здесь говорится, о которых мы еще будем сегодня подробно говорить, где они происходят? Они происходят, эти мерзости, в среде народа Божьего. Забегая вперед, я даже так скажу, что эти мерзости, они являются неким знамением и неким испытанием для народа Божьего. Потому что они будут происходить внутри народа Божьего. Второй интересный факт. Печать или знак будет поставлен только после того, когда эти мерзости начнут себя проявлять. Когда эти мерзости будут народе Божьем. Потому что я помню, когда мы изучали вопрос запечатления, о котором мы сегодня также будем говорить, то мы как-то, как адвентисты, всегда верили, что запечатление, оно вот как знамение в политике, в природе, в взаимоотношениях с государствами и так далее. То есть знамение искали в чем-то другом, в болезнях и так далее. Об этом подробно Матфея 24 глава. Но мы никогда не задавались мыслью, такая мысль не появлялась, что будут какие-то знамения в самом народе Божьем перед запечатлением. Так вот здесь получается, что говорится о том, что печать будет ставиться когда? Когда в народе Божьем будут мерзости. Не раньше. Идем дальше. Третий интересный факт. Кто получит эти печати? Кто получит этот знак? Только те, только те, которые будут воздыхать, скорбеть. И я думаю, что можно добавить так, не участвовать в этих мерзостях. А то можно будет просто уподобиться лицемерам, которые говорят, о, курить это вредно, и сам берет сигарету, закуривает. Ну это лицемерие. То здесь говорится, что эти люди, которые получат этот знак, они будут скорбеть, воздыхать, и соответственно, они не будут участвовать в этом. Это три интересных факта, которые мы находим в Иезекииле 9 глава 4 стих. И еще третий вопрос, который нам важно с вами подчеркнуть, это что будет после этого? Что будет после того, когда вот эти люди, которые скорбят, то есть сначала мерзость, потом люди скорбят, воздыхают, они получают знак, что после этого будет? Иезекииле 9 глава 5, 6 и 11 стих. Читаем. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет только ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знаки начните от святилища моего. И начали они, 11 стих, с тех старейшин, которые были пред домом. И вот человек, одетый льнаную одежду, у которого при поясе прибор писца дал ответ и сказал, я сделал, как ты повелел мне. Что же произойдет после этого? Начнут уничтожаться нечестивцы. Можем мы так сказать? И вот это местописание, Иезекииле 9 глава, мы можем провести прямую параллель с книгой Откровения 7 глава. Потому что в книге Откровения 7 главе как раз говорится о нечто подобном, только там уже конкретно называются люди запечатленные. Это 144 тысячи. Давайте прочтем. Это книга Откровения 7 глава с 1 по 3 стих. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Вы чувствуете вот эти прямые параллели? И там, и там происходит запечатление. И там, и там начинается после запечатления уничтожение нечестивцев. Сколько будет запечатленных? В книге Откровения 7 глава упоминается конкретная цифра. Сколько будет запечатленных? 144 тысячи. Вопрос, а что будет с остальными верующими? Это очень серьезный вопрос, потому что, ну неужели сегодня верующих на всем земном шаре только 144 тысячи? Неужели, когда жил Иезекииль и пророк Еремия, они жили практически в одно время, было только маленькая горстка верующих, которые спаслись, а все остальные погибли? Неужели? Ведь они тоже молились Богу. Друзья мои, еще один текст. Иезекииля 8 глава, 18 стих. Буквально последний текст перед 9 главой. Он помогает нам увидеть ту самую точку, о которой мы сегодня говорим. Точка невозврата, закрытие двери благодати. Здесь говорится о верующих. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Эти верующие, они будут молиться, они будут взывать в уши Господа, а Бог говорит, что я их не услышу. Вот это страшная точка невозврата, когда закроется дверь благодати. Точка невозврата, она очень страшная. Знаете, когда самоубийца подходит к краю пропасти перед тем, как прыгнуть вниз, есть еще момент вернуться назад. Но когда он уже сделал шаг и полетел в пропасть, уже ничего вернуть невозможно. Он летит на верную смерть, и вы уже ничего изменить не можете. Понимаете, то же самое произойдет с закрытием двери благодати. Когда дверь благодати закроется, все, уже ничего изменить нельзя будет. И даже если вы скажете, ой, Господи, я каюсь, я каюсь, я каюсь, все, Господи, все. Бог говорит, что даже если они будут вопиять в уши мои, я их не услышу. Дверь благодати закрылась. Итак, давайте мы сейчас сделаем такой маленький мини-итог наших исследований. Что происходит? Сначала в народе Божьем появляется мерзость, запустение. Это я так добавляю, запустение. Там просто сказано мерзость. Сначала появляется мерзость. Потом что происходит? Люди, которые воздыхают. То есть в этом народе Божьем появляются люди, которые воздыхают об этой мерзости и не участвуют в ней. Потом что происходит? Начинается запечатление, ставится знак. И сразу за этим закрывается дверь благодати. И начинается отпускаться ветра страшных, природных, политических, мировых, всяких катаклизм. Хорошо. Семьяс. Обратите внимание, что фактически идет ангел, который ставит знак, а следом за ним идет ангел, который с мечом убивает. То есть фактически это все происходит в очень короткий промежуток времени. В очень короткий промежуток времени. Представляете, какие потрясающие истины мы сегодня с вами открываем. И я не знаю, как у вас, но у меня возникает вопрос. А что же это за мерзость? Может она уже есть? Что это за мерзость в народе Божьем, после которой вот это все начнет происходить? Может эта мерзость уже пришла? И я хотел бы, чтобы мы сегодня, изучая Священное Писание, для себя поняли, что это за мерзость. Нам в этом поможет восьмая глава книги пророка Иезекииля. Дело в том, что пророчество, которое записано в Иезекииля девятая глава, это продолжение пророчества, которое записано в восьмой главе книги пророка Иезекииля. И начало этого пророчества, оно начинается именно с восьмой главы. И поэтому, чтобы ответить нам на вопрос, что это за мерзость, что это такое за страшное, что будет происходить в народе Божьем, нам надо с вами начать изучать восьмую главу книги пророка Иезекииля. Пожалуйста, откройте вместе со мной Иезекииля, восьмая глава, и мы будем читать постепенно с первого стиха, исследуя, о чем здесь идет речь. Иезекииля, восьмая глава, и мы с вами прочтем с первого по пятый стих. Иезекииля, восьмая глава, с первого по пятый. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим. И не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я вот это начало этого видения и этого пророчества. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и очересил его и ниже огонь, и очересил его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобно той, какую я видел на поле. И сказал мне, сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. Остановимся. Мы особо сейчас остановимся, и для того, чтобы нам понять, что это за идол ревности. Может, вы знаете, что это за идол ревности? Может, еще кто-то? Вы знаете, к сожалению, в нашей русской синодальной Библии перевод не всегда точный. Ну, понятие слова «идол» — это так оно правильно переведено, и в Библии есть разные идолы. Есть идолы золотые, есть идолы деревянные, даже чрево человеческое может быть для нас идолом и так далее. Но вот что такое именно идол ревности? Здесь слово «ревность» — это еврейское слово «кине». Очень интересное слово. И нам, чтобы понять, что это за идол ревности, надо особо разобрать это слово. Дело в том, что это слово в разных местах Ветхого Завета, оно, когда используется, имеет разную смысловую нагрузку. Есть случаи, когда это слово имеет положительную смысловую нагрузку. А есть случаи, когда это слово имеет отрицательную смысловую нагрузку. И оно имеет разные аспекты. Но мы, чтобы нам понять, выделим главные три аспекта. Главные три аспекта слова «кине», которое здесь переведено как «ревность». Самый первый аспект — это когда это слово используется при описании взаимоотношений между Богом и человеком. Или между человеком и Богом. Тут уже как хотите. То есть, когда идет речь о взаимоотношениях этих двух личностей, человека и Бога, то часто используется это слово, чтобы подчеркнуть положительный оттенок. «Возревновал о Боге» или «Бог ревнует». Давайте прочтем несколько текстов. Исайя 37 глава, 32 стих. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, испасенная от горы Сиона». Ревность, и вот здесь стоит слово «кине», «господа Саваофа», соделает это. Вот эта вот ревность Господа Саваофа, что она делает? Она спасает. Остаток из народа Божьего она спасает. То есть, она здесь используется, это слово, в положительном смысле. Например, Иоиля 2 глава, 18 стих. Здесь так сказано. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». Иоиля 2 глава, 18 стих. И здесь также используется положительный контекст, положительный смысл. Бог возревнует. То есть, вот особое отношение Бога к своему народу. И что он делает? Он спасает. Он пощадит свой народ. Точно так же в отношении, когда идет речь человека по отношению к Богу. Например, число 25 глава, 11 стих. Здесь упоминается история про Финиеса, который поразил одного из знатных израильских, из народа Израиля, вместе с языческой, так скажем, блудницей. И число 25 глава, 11 стих. «Финиес, сын Елеазара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав». Здесь стоит слово «кине» «по мне среди их». И вы помните эту историю, он поразил их. Или то же самое используется слово, когда говорится «Илия говорит Богу». Это 3 царств, 19 глава, 10 стих. «Илия сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом». И здесь также используется вот это слово «кине» «возревновал». То есть, можно сказать, ну такая вот ревность по Боге, чтобы защитить честь Божью. Вы поняли вот этот смысл? Второй смысл или второй аспект, когда используется это слово, это когда речь идет о взаимоотношениях между мужем и женою. Ну, здесь много семейных, я думаю, вы знаете, что такое внутрисемейная ревность. Когда, допустим, жена ревнует или муж ревнует. В книге «Чисел» в 5 главе, 14 стих, используется этот текст, когда говорится «И найдет на него, на мужа, дух ревности, кине, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Мы сейчас не будем этот аспект разбирать, потому что он касается семейных отношений. Но нас интересует по большей части третий аспект. Когда это слово используется в негативном смысле. И вот в негативном смысле это слово используется, как правило, этот аспект, когда речь идет о взаимоотношениях между людьми. Между одним человеком и между другим человеком. Между одним народом и между другим народом. И самое интересное, что вот когда речь идет о взаимоотношениях между людьми, то слово кине, как правило, не переводится как ревность. В синодальной Библии. А оно переводится другим словом. Знаете, каким? Зависть. Зависть. Вы знаете, что такое зависть? Друзья мои, я когда коснулся вопроса зависти, мне стало страшно. Мы сегодня даже не понимаем до конца, что такое зависть. Что такое зависть? Первый текст, Бытие 26,14. Здесь используется это слово, и оно переведено как зависть, завидовать. Бытие 26 глава, 14 стих. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахутных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Вот когда у кого-то чего-то больше, то мы начинаем... Нет, мы не начинаем, конечно, мы не завидуем. Кто-то начинает завидовать. Вы знаете, зависть это настолько страшная вещь, что Бог в законе десятисловном отделил целую заповедь, которая начинается словами «не желай», «не пожелай», «не пожелай», «не пожелай того, что у ближнего твоего». И дальше там перечисляется, друзья мои, ну, пожелать можно очень многого. Это на самом деле настолько страшный порог, настолько страшный грех, о котором мы сегодня себе даже не представляем до конца. Я хочу, чтобы мы особо остановились на этой теме. Вот чуть-чуть выделили время сегодня, чтобы коснуться этого вопроса, потому что это очень важный вопрос. Анализируя свой разум, свое сердце, есть ли у меня сегодня зависть? Ведь с чего началось появление зависти? Кто самый первый позавидовал? Сатана. Исайя 14 глава, 13-14 стих. «Взойду на небо», — говорил сатана, — «выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высотные облачные и буду подобен Всевышнему». Нет, вот если бы он возжелал быть подобным Всевышнему в плане характера, это замечательно. Но вот здесь была проявлена первая зависть. Он позавидовал, он позавидовал Отцу Небесному, и он позавидовал Сыну Божьему. И вот эта зависть, она привела его к падению. Когда мы говорим о наших прародителях, Адаме и Еве, как конкретно Ева, вот с чего началось грехопадение в ее жизни? Бытие, 3 глава, 5 стих. Там такие сказаны слова. Сатана говорит Еве, «Вы будете, как боги, знающие добро и зло». И что Еве захотелось? Стать богиней. И вот она зависть. Она захотела стать богиней. И с этого началось грехопадение. Псалмопевец Асав говорит, 72-й псалом, 2-й, 3-й стих. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал», здесь опять стоит слово «кине», «безумным, видя благоденствие нечестивых». О чем говорит псалмопевец Асав? Он говорит, «Я чуть не пал, только по одной причине, завистью, я позавидовал безумным». И вы знаете, когда сегодня ко мне подходят братья и сестры и спрашивают, а почему у нас нет молитвенного дома, а у них есть молитвенный дом? А почему у них все повально исцеляются, а у нас братья и сестры болеют, мы молимся каждую субботу, чтобы не было болящих. Почему их пастырь на Лексусе ездит, а наш на Запорожце? Друзья мои, как мы можем все это назвать? Зависть. Ну, я бы добавил, христианская зависть. Но это зависть. Это страшный порог, который приводит человека к чему? К падению. В народе Божьем, в Церкви Божьей только появляется зависть, и начинаются расколы, начинаются проблемы, и это ведет к падению духовному людей. Псалом 105, 16-18 стих. Псалом 105, 16-18. И позавидовали, опять стоит слово Кинея, и позавидовали встание Моисею и Арону, святому Господню. И что произошло? Разверзлась земля и поглотила дофана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь, скопище их, пламень попалил нечестивых. И это был образ, это был образ пламень, который попалил нечестивых, это был прообраз озера Огненного, в котором сгорят нечестивые. Но с чего началось? Мы читаем, позавидовали, позавидовали Моисею, позавидовали Арону. И сказали, а почему он? А что он умнее? А что он красивее? А что он богаче? А что он лучше? Вот она проблема. С чего все начинается? С зависти. Друзья мои, это вот та начальная точка отсчета. Начальная точка отсчета, которая раз, и все, и покатился тело. Человек медленно-медленно вниз. Зависть – это проблема, которая касается не то, что я могу позавидовать кому-то, это то, что внутри семьи зачастую может происходить, между братьями. Посмотрите, как в книге пророка Исаии сказано, опять используется это слово «кине». Исаия, 11 глава, 13 стих. «И прекратится зависть Ефрема, кине, зависть, и враждующие против Иуды будут истреблены». Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. В чем была проблема? Ну, это же два брата, Ефрем и Иуда. Это два колена братские, которые от одного отца произошли, Авраама. Что происходило? Они завидовали друг друга, и что делали? Притесняли друг друга. Обижали друг друга, воевали друг с другом. Братья, один народ. И причина – зависть. Соломон говорит в притче 23, 17. «Да не завидует» – опять слово «кине» стоит. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». А вы знаете, чего нет у Бога? У Бога много чего есть. Но знаете, чего у Бога нет? Зависти. Приходит Иисус Христос на землю. Он не приходит в роскошных одеждах. Он не въезжает в Иерусалим на вороном коне под звуки анфар. Да, там был один момент перед Голгофой, когда он въехал на ослике, и люди ликовали. Но до этого Христос неоднократно приходил в Иерусалим на поклонение. И никто его не встречал триумфально. И вот Христос приходит как? Как нищий. Как обычный человек. И скажите, стоят фарисеи, разодетые, расфуфыренные. Все там говорят «О, учитель!» Скажите, Христос завидовал им? А вот когда люди пошли за Христом, что у этих фарисеев произошло? Зависть. Ну как это за ним то? Вот если вы понимаете, Христос ходил и учил, и у него там один, два, ну три, ну десять учеников, и все, то никто бы ему не завидовал. Но когда тысячи пошли за Христом, что произошло? Зависть. Зависть. Как это за ним? Тысячи идут. А ведь люди начали от кого уходить? От фарисеев, от книжников. И идти за ним. Друзья мои, и вот эта проблема, она всегда, ну, я надеюсь, евреи меня простят за то, что я сейчас скажу, но она, как правило, всегда была в израильском обществе. Бог, когда их вывел из Египта, Он дал им систему управления теократическую. Когда Бог управлял своим народом через судей, через пророков, через священников, Бог так усмотрел. А что они хотели? Они, глядя на язычников, начали просить царя. Почему они начали просить царя? Они завидовали. Ну, как это? В этом народе есть царь, в этом народе есть царь, у этих есть царь, а у нас нет царя. Ну, нехорошо. Нехорошо? И они начинали завидовать. Вот этот народ, у него вот Бог, вот золотой такой, и он там пыль вытирает с этого Бога. А у этого народа, вот Бог серебряный, и они там его разукрашивают, цветами украшают. А у нас какой Бог? И они опять что делали? И они завидовали. Они завидовали, друзья мои. И сегодня я хочу вам сказать страшную вещь. Страшную вещь. Что грехопадение и проникновение мерзости в народе Божьем начинается из-за зависти. И вот здесь, в Езекииле 8 главе, в действительности, правильный перевод звучит так. Идол зависти. Но интересно то, что здесь сказано, что идол находится где? При входе. Это самый первый этап, когда начинается вот это падение. Где идол находится? Он при входе. Не знаю, как у вас, но у меня ассоциация вот эта вот при входе, когда Бог сказал Каину. Помните это место Писания? Говорит, грех лежит у дверей. Но ты что делай? Господствуй над ним. Друзья мои, когда у вас мысль приходит, какое платье у сестры? Какая машина у брата? Ой, сестричка, какие у тебя красивые оправы на очках? Ой, как ты седину с крыла новой краской? Ой, какие у тебя туфли лакированные? Ой, у тебя какое это красивое? То что еще мы можем делать? Господствовать. Гнать эти мысли с Божьей помощью. Побеждать этот зарождающийся корень греха. Но самый первый этап, который мы можем сегодня обозначить, это идол ревности или идол зависти, который появляется еще только в самом начале. А теперь, друзья мои, наступает самое страшное. Когда мы должны начать проводить параллели с народом Божьим последнего времени. Меня часто за это ругают и говорят, что я очень сильно, ну, как бы критикую церковь адвентиста седьмого дня. Но, друзья мои, я ни в коем случае никого не критикую. Я просто говорю о фактах. Критика — это когда, знаете, вот, ну, цепляются к чему-то. Мы ни к чему не цепляемся, мы просто говорим о фактах. Давайте попробуем провести вот эту параллель с народом Божьим последнего времени, с церковью адвентистов седьмого дня. Церковь адвентистов седьмого дня, историю не буду рассказывать, но когда она еще только вот зародилась, появилась, организовалась, уже тогда в среде народа Божьего начала появляться зависть. Свидетельство для церкви, том 5, страница оригинала 226. Я вам прочитаю одну цитату. Единственное скажу, что время написания этого тома — это накануне Миннеапольской конференции, которая была в 1888 году. Послушайте внимательно эту цитату. «Никто не находится так далеко от небесного царства, чем такие праведные формалисты. Они преисполнены гордостью за собственные достижения, хотя совершенно лишены Духа Христа». Слушайте дальше внимательно. «Ими полностью овладела зависть, ревность, любовь к чести и популярности». Вот эта проблема, вот этот корень. «В них ими овладела зависть, ревность, любовь к чести и популярности». «Они принадлежат к тому классу людей, которых Иоанн назвал порождениями и хидниными, детьми беззакония». «Такие люди», — дальше она пишет, — «есть и среди нас нераспознанные, не вызывающие подозрения». Понимаете, я не знаю, что в вашей голове сейчас происходит. О чем вы сейчас думаете, я не знаю. И я смотрю на вас, и вы все святые, вы все праведные, вы сияете. Но в действительности что в вашем разуме происходит? «Они служат делу сатаны более действенно, чем самые отвъятленные развратники». Ну извините меня, когда там человек в разврате, в блуде живет, или еще в каком-то явном таком, ярко выраженном грехе, ну мы это видим. Но зависть, зависть не всегда так легко распознать. Это очень, это большая проблема. Ибо последние не скрывают своего истинного характера, развратники, блудники, и предстают перед людьми такими, какие они есть. Но, друзья мои, но зависть распознать, это проблема. Это огромная проблема. И вот когда церковь адвентистов седьмого дня появилась, она не была сразу всеми замечена, она была просто в Америке небольшая группа верующих, которая постепенно начала расти, и уже тогда там эта проблема была. Но когда церковь постепенно вышла, ну как бы на мировой уровень известности, когда общины адвентистов седьмого дня начали появляться в Европе, в других странах, как воспринимали адвентистов? Вы знаете, как их воспринимали? Их не воспринимали как всемирно известную организацию, наподобие католической церкви, тех же баптистов и так далее. Их воспринимали как секту. Интересно прочитать цитату из Брагауза. Энциклопедия Брагауза. Хочу только сразу поправку одну внести, потому что нас обвиняют в том, что в Брагаузе, в энциклопедии Брагауза в действительности нет этой цитаты. Дело в том, что энциклопедия Брагауза, она издавалась и переиздавалась неоднократно, редактируясь, и что-то убиралось, и что-то добавлялось. И, например, энциклопедия Брагауза здесь на русском языке изданная, вы можете столкнуться, ну, по крайней мере, с тремя-четырьмя изданиями. Так вот, я сейчас буду читать цитату из энциклопедии Брагауза, изданной в Германии в 1901 году. Потому что если вы возьмете энциклопедию Брагауза современную, которая вот сейчас продается на книжных полках, сокращенное издание, там вообще про адвентистов только два слова написано. Понятно? Итак, послушайте цитату. Как воспринимали адвентистов? «Адвентисты или миллериты – приверженцы секты, основанной в 1831 году в Питтсбурге баптистским проповедником Уильямом Миллером. Адвентистами седьмого дня называют себя те из них, которые празднуют Иудейскую субботу, отрицают Реединого Бога и известны своим стремлением к умеренности и строгому воздержанию». Так кто такие адвентисты? Секта. Секта. Которая, да, имеют какие-то отличия от других. Это суббота, это воздержание, не только касательно пищи, но вообще здоровый образ жизни. И это еще один момент. Это троица. Весь христианский мир верит в троицу. Адвентисты не верили в троицу, когда только были организованы. И я хотел бы на этом особо сделать акцент. Прочитать вам цитаты некоторых пионеров адвентистской церкви, чтобы мы четко понимали, как верили наши пионеры. Джеймс Уайт писал, «К основным заблуждениям наряду с ложной субботой мы можем отнести и другие заблуждения, которые протестанты вынесли из католической церкви. Такие, как кропление водой при крещении, троица, бессмертие души и вечные муки». И как Джеймс Уайт воспринимал троицу? Это как то самое вино-блудодеяние, которое протестанты унаследовали от католической церкви. Иосиф Бейтс писал, «Я сказал моему отцу, если ты сможешь убедить меня, что мы одно в том смысле, что ты мой отец и я твой сын, а также, что я твой отец и ты мой сын, тогда я смогу поверить в троицу». Джон Эндрюс писал, «Доктрина о троице была принята в церкви на Никейском соборе в 325 году. Эта доктрина разрушает личность Бога, его сына Иисуса Христа, нашего Господа. Те постыдные меры, посредством которых триединство, навязанное церкви, появилось на страницах церковной истории, могли бы заставить покраснеть всякого верующего в эту доктрину». И еще одна цитата Джон Лавбора. Вопрос для него. «Какие у вас есть серьезные возражения по доктрине троицы?» Ответ. Лавбор отвечает. «У нас есть много возражений, на которых мы можем настаивать, но учитывая ограничения во времени, мы сократим их до следующих трех. Первое. Это противоречит здравому смыслу. Второе. Это противоречит Писанию. И третье. Корни этой доктрины в язычестве или мифологии». Об этом мы сегодня также еще немножечко коснемся. Итак, что такое церковь адвентистов 7 дня, которая была при своем зарождении? Это была секта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова